Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас очередное видео показа украшений. И я вам покажу украшения, которые мы вместе с вами покупали в магазине, выбирали вместе. Я думаю, что некоторые из них вы узнаете. Сейчас я вам покажу вот такую вот коротенькую затравку. Ой, плохо видно, наверное, потому что у меня здесь всё приближено. Значит, видео будет в двух частях. Опять это тот поход в магазин, когда я нашла брошь вроде бы Dior, но до сих пор, честно говоря, я не знаю. Всем, кто мне впервые, я живу в Канаде, покупаю украшения в благотворительных магазинах. Все цены, которые я показываю, это цены в канадских долларах. И давайте начнём. Как всегда, в сегодняшнем видео, наверное, будут у нас вещи не самые ценные, не самые такие интересные. Ну, скажем, тоже интересные, но не самые дорогие, которые я нашла. А уже в следующем видео, в продолжении, мы будем смотреть на более ценные мои приобретения. Итак, давайте начнём. Вот такая брошь мне попалась. Она стоила 5 долларов. Я, помните, в магазине её крутила-вертила и не знала, брать-не брать, брать-не брать, потому что... Потому что... Ну, я не знаю, что она из себя представляет. Много клея здесь. Хотя, возможно, конечно, брошь и не очень современная. Может быть, это 70-х годов. По стилю как-то вот я смотрю. Потом замочек такой, не пойми, разберёшь, честно говоря. И маркировок никаких нет. Мне понравился её цвет и мне понравилась её форма. Я её тогда назвала огроменной бандура или дурой, я уже не помню как. Но, честно говоря, она приятная. Брошь прикольная, очень интересного дизайна. Не знаю, что-то меня в ней подкупило. Ничего я не нашла по её, так сказать, описанию, не по картинке, ничего, что это, кто это. Но мне кажется, что она очень эффектно будет выглядеть на определённой одежде. Странной такой формы. В общем, какой-то такой... Такая, знаете... Ой, как же это называется? Абстракция, абстрактная картина, золото, синий пластик, пластик, бакелит. Может быть, это и бакелит даже. И очень возможно, что она действительно винтажная. Ну ладно. Красивая брошь по-любому. Винтажная, не винтажная, но она довольно симпатичная. Так, следующая брошь. Это вот такая малюсенькая-малюсенькая черепашка. Стоила всего лишь 2 доллара. У неё есть небольшая проблема. Я, когда её там вертела, крутила в магазине. Вот этот центральный кабошон у неё упал, отвалился и отклеился. Я его подобрала и положила в сумку и принесла домой. Единственное, что мне его надо приклеить. Видите, потому что если её сильно крутить, вертеть, то она выпадает. Но она совершенно очаровашка. Так, в принципе, больше никаких у неё повреждений и потерь нет. За обратная сторона вот таким образом выглядит. Маркировок никаких нет. Замочек, судя по всему, просто вот такой крючок. Видимо, она тоже довольно старенькая. Он, честно говоря, не очень хорошо держится. Надо как-то её подогнуть, подтянуть. Ну вот, смотрите, видите, никаких маркировок нет. Но похоже, что она старенькая брошь. Я очень надеюсь, что вам хорошо видно. Я включила весь свет. У нас за окном пасмурно и льёт дождь. Когда я выложу это видео, наверное, погода уже будет другая, потому что я всегда записываю наперёд в несколько видео. Ну вот, такая приятная, теплой дождь, летний приятный дождик. Вот такая вот лирическое отступление. Да. Разглядывая нашу черепашку, я вам рассказала, какая у нас погода сегодня. Смотрите, браслет. Там было много браслетов, помните? Всякие цепочки разные, там такие красивые цепи. Я, честно говоря, нет, не купила никакой, кроме этого. Почему? Потому что они все были очень большие. Они были большого очень размера. Я решила, что мужские. Мне написали в комментариях, возможно, на большую женскую руку. Да, очень может быть. А вот это я взяла. Мне он почему-то очень понравился. Маркировок нету. Стоил он 5 долларов. Тоже немало. Кстати, когда я вернулась в этот магазин через неделю, никаких уже, ничего из этих браслетов уже не было. Все их раскупили. Уж не знаю, женщины или мужчины, но... В любом случае, они все разошлись. У нас вообще довольно быстро раскупают. Я практически раз в неделю хожу в этот магазин. И нахожу... Иногда нахожу вещи, которые я видела неделю назад или две недели назад. В основном-то, в общем, прочти. То, на что падает мой глаз, и я думаю, брать не брать, когда я возвращаюсь в магазин, этого, как правило, уже... Этих вещей, как правило, уже нету. Браслет очень эффектный. Вот такой замочек у него. И маркировок нету никаких. И вот такие вот круглые звенья. Он такой лимонного золота. И красивые-красивые белые... Белые прозрачные такие большие капошоны. Я думаю, что они сделаны из стекла. Да, они стеклянные. Очень эффектно выглядит на руке. Я редко ношу браслеты, если честно. Поэтому... Ну, покупаю при этом. Если вижу красивые. Ношу редко, потому что они мне мешают. И раньше, когда я носила часы на левой руке, я вообще никогда не носила браслеты, потому что на правой руке носить браслет, а я на работе работаю с компьютером, мышь, там, клавиши. В общем, браслет вот на правой руке мне очень мешал. А сейчас я перестала носить часы. Ну, как так получилось? Не знаю, надоели мне мои старые часы. А новые я решила не покупать. Поэтому... Вот. Поэтому я чаще ношу браслеты, потому что я ношу их на левой руке, и они мне не мешают на работе. Вот так, скажем. К вопросу о браслетах, еще один браслет. У нас сегодня будет целых три браслета, по-моему, три, да. Вот такой шикарный, красивый браслет. Опять же, тоже не маркирован. Но мне он очень понравился. И здесь, видите, вот как будто бы какая-то... Даже в двух местах площадочка для маркировки. Не знаю. Стоил он 4 доллара. Много там клея на обратной стороне. Но, знаете, вот этот клей желтый, он и на довольно качественных, дорогих изделиях попадается. Видите, как приклеено плохо. Это наводит меня на мысль, что это не очень что-то такое замечательно красивое. Но он очень красивый. А из чего же сделано вот это вот? Ух! Какой интересный звук. Как вы думаете? Не знаю. Я думала, типа, какой-то фарфор, может, пластик. Переводная картинка, конечно. Красивая рамочка. Не знаю. Очень затрудняюсь сказать по поводу его происхождения. Вот так он смотрится на руке. Великоват, конечно. Большой. Такой мощный браслет. Честно говоря, даже не знаю, буду ли я его уж так часто носить. Потому что уж очень бросается в глаза. У меня рука маленькая, узкая. Поэтому у меня как бы он прям такой большая-большая такая блямба. Такой орден, можно сказать. Ну, не знаю. Красивый он мне понравился. Решила все-таки я его купить. Хотя уж очень за ценность я не могу сказать. Вот видите, здесь какие-то площадки. Возможно, это просто какая-то технологическая, технологические детали. Может быть, как-то они стояли вот на этих. Вот знаете, как есть, бывают такие вот штуки, на которых устанавливают прототипы, потом отрезают их. Не знаю. И желтый клей, конечно. Может быть, он отваливался, его приклеивали. Ну, в общем, короче, не знаю. Просто красивый. Мне он понравился. Очень необычный. Люблю такое необычное. Ой, у нас даже четыре браслета сегодня. Я еще один нашла, который я вам покажу. Вот этот браслет. Я не знаю, я показываю, может быть, неправильно. Надо показывать по ценности, а я что-то все подряд. Так что, что увидела, то схватила. У меня есть несколько вот этих браслетов. Это альпака мексиканская. Мексиканское серебро называется. Здесь вот оно почерневшее. Надо попробовать почистить. Ой, сколько он стоил? Я отрезала, да? Пять долларов он стоил. Вот это от него. Вот это от него. Ну, в общем, что-то такое. Правильно, пяти бакс. Еще сережки я нашла такие. Но у меня на сережках прям явно видно надпись альпака Мексика. А здесь как-то не очень видно. Но я знаю, что это такое. Его надо почистить. Вот он с такой инкрустацией. Я хочу сказать, что не утихают споры о том, насколько это серебро или нет. Потому что вот это альпака мексиканская. Некоторые называют это мексиканское серебро. Некоторые говорят, что это никакое не серебро, а какой-то мексиканский сплав. Но, вы знаете, он на очень узкую маленькую руку. То есть на мою. И вот он действительно прямо вот... Вот этот прямо, знаете, такой... А этот очень нежный, аккуратненький, тонкий. И он очень хорошо держится на руке. Несмотря на то, что здесь вот такой большой промежуток между этими... Ну, как бы... Даже не знаю, как назвать. Промежуток в самом браслете. Но он так крепко сидит. Хорошо, видите. Хорошо сел, не падает. И, в принципе, легко одевается и снимается. Потому что нету никаких застежек. Оригинальный, красивый. Очень симпатичный. И к нему же вот... Ну, то есть это не к нему, а просто там же рядом висели вот эти серьги. Вот здесь явно видно. Сейчас я вам покажу. Значит, они стоили 5 долларов. У меня есть браслет похожий. Вот такой же. Похожий на этот. Только вот с таким вот розовым фоном, эмалью розовой. И вот эти вот перламутровые инкрустации. Надо бы его найти, показать. Но я сейчас что-то не в форме его искать. Так, вот здесь, видите, надпись. Вот, альпака, Мексик. Прямо четко видно, написано. Ну, и они просто красивые. Я люблю эти. Вы слышите, как дождь идет шуметь за окном? У меня окошко открыто. Может быть, вам слышно. Так умиротворяюще и приятно. Вот такие вот симпатичные серьги. Просто, просто красивые. Может быть, при примерке я, когда буду снимать фотографии, делать. А вы знаете, я все примеряю. Когда буду делать фотографии, может быть, я найду браслет. Если он подходит, то примерю вместе с браслетом. Потому что очень часто, вот, допустим, цвет может быть другой немножко. Я такой ярко-розовый. Мне кажется, у меня там бледно-розовый цвет. Но, в принципе, все равно красиво. Должно быть красиво вместе. Так, еще один браслет. Все, сегодня последний. А в следующем видео, по-моему, будет тоже один браслет. Ох, я разошлась на браслеты. 4 доллара он стоил. Я не знаю, представляет ли он какую-то уж такую ценность из себя. Мне он понравился, потому что я большой фанат города Нью-Йорка. Мне кажется, что он винтажный. Вот, глядя вот на эти вот крепления вот этих вот жемчужин, не очень современный, во всяком случае. А где же у него... А, вот, застежечка у него таким вот образом сделана. Застежка тоже такая, знаете, не совсем современная. Сейчас как-то в основном делают другие застежки на браслетах. Так, сейчас я вам покажу все. Видите, маркировок нету на нем. Но поскольку я очень люблю Нью-Йорк, бываю там 3-4 раза в год. Мне живет там сестра, жила в Нью-Йорке, а сейчас они переехали в штат Нью-Джерси, поближе к детям. Но все равно, как бы, мой любимый город, я его знаю вдоль-поперек. И здесь, по-моему, не только Нью-Йорк. Здесь американские достопримечательности. Вот я немножко затрудняюсь. Сейчас я вам назову их все. Так, конечно же, Статуя Свободы. Я думаю, что это... Сначала подумала, что это Капитолий, но потом я поняла, что это Метрополитен-музей, возможно. Тоже очень похоже здание. Скорее всего, там такая лестница известная, колонны. Все-таки тема Нью-Йоркская, поэтому я не думаю, что это Капитолий. Это Крайслер Билдинг, известное очень здание в Америке. Это здание ООН. И это Умпальский Билдинг, тоже известное очень здание. Там на одном из последних этажей есть шикарная смотровая площадка, с которой можно видеть весь город Нью-Йорк. И вот я его купила, потому что я люблю этот город, люблю туда приезжать. У меня очень хорошие воспоминания связаны с ним. И я, после того, как я узнала и определила все здания, я поняла, что я должна его взять, потому что он очень мне напоминает мои путешествия и поездки по Нью-Йорку. И вот такие вот между этими чармами, шармами приятные жемчужинки, хорошо закреплены. Симпатичный браслет, маркировок нет, но мне кажется, что он все-таки винтажный. Давайте посмотрим вот на такую брошь. Это отсыл к шотландским традициям. У нас очень много таких брошей шотландского типа. Как правило, они винтажные. Я думаю, что шотландское, видите, на концах вот эти вот детали, они, в принципе, это чертополох. Они напоминают, и я знаю, что это чертополох. Очень часто шотландские броши, или кельтские их еще называют, они вот есть символикой чертополоха, потому что, по-моему, даже чертополох называют шотландской розой, насколько я знаю. Ну, в общем, это их национальный символ. Стоила она 5 долларов эта брошь. Давайте посмотрим на ее обратную сторону. Маркировок нету, но часто бывают маркировки. Я даже знаю, как они маркируются. Но, судя по застежке, длинная толстая игла и вот такая вот двойная застежка, судя по всему, брошь старенькая, несовременная. Красивый вот этот кабошон. Я думаю, что это стеклышко. Да, я думала, может быть, это камень, но мне кажется, что это все-таки художественное стекло по ощущениям. Но не пластик точно. В общем, тяжелая такая, знаете, брошь, характерная очень для вот этих вот сюжетов кельтских брошей. Они обычно такие, знаете, ну, вот как шотландская природа, люди, такая, знаете, суровая, очень, ну, скажем так, из такого металла тяжелого, в общем. Но при этом часто они бывают с очень грязными красивыми камушками или стеклышками. У меня есть несколько этих брошей, но вот это прям такая типичная. Есть, они бывают круглые, бывают вот такой формы чертополоха. Одного бывает вот два чертополоха. В общем, как правило, какой-то присутствует камень. Ну, в общем, брошь симпатичная такая, знаете, очень характерная, особенно если вы живете вот в Северной Америке. Здесь очень много выходцев из Шотландии. Кельтская почему-то ее еще называют. Вот здесь очень много таких брошей, потому что люди как бы ими, их имели в больших количествах. Так, следующее украшение. Очень мне понравилось. Просто бриллиант, бриллиант, бриллиант сияет. Наверное, это цирконий или фианит, я не знаю, как еще называли. Очень нежная цепочка, не очень длинная. И есть удлинение, видите? Ее можно удлинить довольно на большой кусок. И это современная цепочка, это современный бренд. Вот его название. Наоборот, показываю вверх ногами. Stella & Dot. Это современный американский или канадский бренд. Стоила она 4 доллара. Я даже не знаю точно, это американский или канадский. Но я точно знаю, что это не дешевые украшения. Stella & Dot. Они довольно дорогие. Вот в магазине новые, которые продаются. У них еще есть часто вот такое вот обозначение. Это вот такой вот кристаллик маленький на этом шилдике. Нежнейшая, тончайшая цепочка. Конечно, это не серебро. У них, по-моему, такие нет серебряных украшений. По-моему, у них все бижутерия. Вот обратная сторона. Медальон ходит вот так по цепочке. Но он очень нежный. И очень переливается. Вот если честно, я не очень понимаю, что бриллиант, что не бриллиант. Если бы я увидела такое, я бы подумала, что, возможно, даже это и бриллиант. Но единственное, что бы меня смутило, это его размер. Потому что все-таки бриллиант такого размера стоит немало. Немало. И сколько здесь? Наверное, карат. Полтора. Вот. Вокруг еще такое обрамление. Красиво, правда? Ничего не могу сказать. И он такой не очень длинный. Прямо под шейку. В общем, очень симпатичная, красивая. Нежная такая вещь для любителей нежных вещей. Так. Вот такая цепочка, которую я тоже схватанула. В последнюю минуту я уже уходила. На самом деле, я ее нашла, знаете, когда. Это часто со мной происходит. Когда я набираю, набираю, набираю в тележку. Потом иду вот. Я вам все это снимаю и показываю. Забиваюсь в какой-то угол между подушек, покрывал, постели, или лампы, или мебели. Там, где меньше людей. Просто поэтому я туда залезаю. И начинаю пересматривать под лупой, смотреть внимательно, есть ли маркировки, что, есть ли потери какие-то. Ой, запуталась она у меня, но я буду распутывать и рассказывать. И то, что я решаю не брать, я потом иду и назад возвращаю на стенд. И когда иду и возвращаю на стенд, очень часто еще что-то нахожу, что я пропустила, когда я, значит, выбирала свои украшения. Стоило оно всего лишь 2 доллара. Цепочка очень маленькая, нежная, поэтому не мудрено, что я ее не заметила. Но она маркирована. И здесь у нас маркировка EVENT. И вещь маркированная, может быть, она не очень винтажная, но маркированная EVENT за 2 доллара, конечно, я не могла пройти мимо. Тем более, что она очень милая, такая нежная, эти, видимо, пластиковые шарики, но выглядят как маленькие камушки, вот в такой вот сеточке клетки, как бы я сама для себя сказала, что они в такой клетке заперты. Нежнейшего розового цвета, похоже на какие-то камушки, но это пластик, конечно. И вот такая вот она, неудреная, так скажем, и очень затейливая, но очень симпатичная цепочка. Кстати, сама цепочка тоже такая, видите, с такими насечками, поэтому довольно так красиво блестит и переливается. Она тоже не очень длинная, ее можно носить одну, можно носить в комбинации с какими-то другими изделиями. Например, я вам, наверное, через пару видео покажу, я в магазине, и вы, наверное, увидите уже то, что я снимала в магазине. Я нашла японские бусы из кораллов, таких розовых, по-моему, оно называется розовый коралл. Вот этот очень похожий по цвету, он называется что-то ангела, кожа ангела или что-то такое, вот такой коралл. И вот оно прямо подходит по цвету, можно даже вот с этими бусами скомбинировать. Но бусы я вам покажу через несколько видео. Смотрите, вот такое украшение, я не могла пройти мимо, оно безумно красивое, безумно красивое колье. Оно маркировано, но я не могу определить. Я нашла маркировку эту в интернете, но я не смогла ее все равно прочитать и определить, что это такое. Вот посмотрите, как она, обозначение ее, может быть, вы мне подскажете, может быть, вы знаете. Здесь, по-видимому, две буквы и идти или крест какой-то, не знаю даже. Вот такая вот маркировка, на обратной стороне ничего. Здесь еще болтается вот такая вот шилдик такой. цепь. Сколько она стоила? 5 долларов. Так. Ой. Так, значит, цепочка, как таковой, нет цепочки, потому что, видите, все-все-все идет кристаллике. Здесь она расширяется. И пошла, пошла, пошла. Вот по таким вот неровно, а вот немножко с каким-то таким загибом, знаете. И вот здесь внизу очень красивые багетные кристаллы медового коньячного цвета. Вот, посмотрите на нее. Давайте я все вот это отодвину. Уж не знаю, винтаж современный. Скорее всего, что не очень-то и винтаж. Но маркировка есть, которую я не могу определить. И выглядит оно шикарно. Очень красивая и очень красивые, необыкновенной красоты. Вот эти вот коньячные кристаллы. И все на месте, все на месте. Ничего не потеряно. А, да, с обратной стороны она сделана в виде пайки. Что тоже может говорить о возрасте, но не обязательно. Современные вещи тоже делают. Делают в виде пайки. Вот так. Красивое, нарядное ожерелье. Я очень люблю такие вещи. И следующее очень похоже. Ну, сорока я, сорока, что поделать. По моему представлению, я думаю, что это винтаж. Давайте так я руку подложу, а то там уже у меня так много... Все его блестит и переливается, что плохо видно. Очень простенько, очень скромно. Это всего лишь три подвесочки. По цвету кристаллов, я думаю, что оно винтажное. Потому что, видите, немножко поменяли цвет. Такой сероватый они стали из белых. А может, так было задумано. Так, стоило оно тоже 4 доллара. Совсем недорого. Я никогда мимо не прохожу таких красивых украшений. Тем более, если они винтажные. Я надеюсь, что они винтажные. Цепочка вот такого плана. Я думаю, что это где-то 70-е, 80-е, если да. Потому что вот такие цепочки, по-моему, в 60-х, 50-х не делали. Замочек тоже как бы не простой, а вот такой необычный. Хотя маркировок в нем никаких нету. В общем, я могу открыть магазин по продаже нарядных украшений для празднования свадеб, юбилеев, Новый год. В общем, все, девочки. Могу напрокат сдавать. Могу продавать. У меня их так много. Мне их носить не переносить. Но это мне очень понравилось. С необычностью своей. Вот такая необычная цепочка. И где-то вот вокруг шеи начинаются вот такая вот подвеска с кристальками. Вот я не знаю, они должны быть такого цвета или они немножко поменяли цвет от времени. Но приятная вещь. Красивая. Блестик переливается. Маркировок на самом изделии тоже нет. Так что не знаю, что к чему. Но может быть, все, что угодно. И последнее на сегодня украшение. Это вот брошь. Тоже стоила 4 доллара. Совсем недорого. Но я думаю, что она винтажная. Где-то, наверное, что-то австрийское. Скорее всего. Часто у них есть такие броши австрийские, не маркированные. Сделана пайка старинная. Обратная сторона немножко такая потертая. Поэтому видно, что она не новая. Видите, маркировок нет. Но игла толстая. Большая такая длинная игла. Хорошая застежка крепкая. И она, конечно, бесподобная красавица. Посмотрите, какая прелестное сердце. Усыпанное кристаллами. Все кристаллики на месте. Переливаются, блестят, как настоящий бриллиант. У меня сегодня вообще бриллиантовый какой-то заход. Очень много вещей с блестящими вот этими белыми кристаллами. Вот такая вот красавица. Все-все-все на месте. Все кристаллы на месте. Прекрасная брошь. Очень рада ее нахождению. Потому что нашла. Ну что ж, я вам покажу затравочку на следующее видео. Вот так вот. Вот так вот мы будем. То, что мы будем смотреть в следующем видео. Надеюсь, я вас раззадорила. А на сегодня все. Увидимся в следующем видео. Всех люблю, целую. С вами была Дита из Канады. Надеюсь, что если вы у меня впервые, вы останетесь со мной. Если нет, то я очень рада всем моим старым друзьям. На моем канале не только украшения. На моем канале примерки, обзоры магазинов, всякие красивые одежки. В общем, разговорчики для девочек. Все, что мы любим. И все, что вам понравится. Всех люблю, целую. Всем привет, бай-бай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok